МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кому война, а кому контрабанда? В соцсети заполнили ролики о курсирующих в Лелекском районе бензовозах, якобы вывозящих топливо в Таджикистан. ГКНБ информацию опровергает. И теперь об этих и других событиях более подробно. Здравствуйте. В эфире новости в студии Елена Кобзева. Это было не что иное, как военная агрессия, заявила генеральная прокуратура и накануне вечером распространила официальное заявление. В нем она указала на основные действия Таджикистана, свидетельствующие о заранее спланированной с их стороны провокации на водозаборе головной. И последующей военной атаке с применением тяжелого вооружения. Минометы, фугасы, боевые вертолеты с орудиями на борту. Все было подготовлено, как отмечает надзорный орган, к обстрелу приграничных кыргызских сел. Агрессоры стреляли в мирных граждан и бомбили их дома. Взрывали кареты скорой помощи и грабили села. Вероломная атака – это нарушение множества уставов и международных соглашений, конвенций и деклараций. Эксперты прокомментировали заявления генпрокуратуры и отмечают, что теперь главное – добиться рассмотрения дела на любой из международных площадок. Надзорный орган официально дал определение событиям в Баткенской области на границе с Таджикистаном, назвав их военной агрессией. Правительство нашей республики такую формулировку из уст первых лиц пока не озвучило. Однако, по мнению экспертов, тактически это верно. С той позиции, что генеральная прокуратура, проделав свою работу, собрав все материалы и доказательства, позволит в последующем руководству республики сделать основанное не на эмоциях, а аргументированное заявление как для собственного населения, так и для всего внешнего мира. Генпрокуратура ранее уже возбудила уголовное дело по статье «Преступление против мира». В данное время продолжается сбор всей доказательной базы. 29 апреля 2021 года, начиная с 4 часов 40 минут утра, в Баткинской области Кыргызской республики бандитские формирования и регулярные войска Республики Таджикистан вероломно атаковали границы Кыргызской республики с применением автоматического оружия, миномётов, боевых вертолётов, тяжёлой бронетехники, артиллерийских расчётов и других видов вооружения в отношении мирного населения. Целенаправленно применялось фугасно-осколочное и ракетное вооружение в отношении мирного населения и гражданских объектов, а также автомобилей скорой помощи перевозивших раненых, что свидетельствует о жестокой агрессии и нарушении гуманитарных международных норм со стороны Республики Таджикистан, вопреки принятым односторонним и многосторонним международным соглашением Женевских конвенций. Грош цена всем действующим международным организациям, если они не проявят реакцию на произошедшее в нашей стране. Их партнёры – соучастники соглашений и объединений. Сегодня, напомним, готовится обращение в Международный уголовный суд. И, как отмечает доктор юридических наук Айрат Усман-Алей, в первом случае МУС, он же римский статут, может получить информацию от Совбеза ООН, который, рассмотрев ситуацию, должен просить суд принять дело под свою юрисдикцию. Либо, если ООН в течение полугода не рассмотрит нашу жалобу, страна сама может нести своё заявление. Вполне есть основания поставить вопрос и в ОДКБ. Это прямое нарушение устава Организации Объединённых Наций, участниками которых являются и Таджикистан, и Кыргызстан, соответственно. Это покушение на территориальную целостность и независимость, суверенитет СССР. Поэтому, конечно, таджирская сторона абсолютно в этом смысле виновна. И мы имеем право подавать в рамках этого римского статута. Мы можем даже обращаться и у ОДКБ, поскольку в уставе ОДКБ указано, что ОДКБ обязана поддерживать мир и безопасность. В данном случае это покушение на мир в зоне действия ОДКБ. В приграничных сёлах Кыргызстана обнаружены многочисленные гильзы от автоматического крупнокалиберного оружия, фугасы и мины, неразорвавшиеся снаряды и авиационные ракеты. Обнаружены траншеи, окопы и другие фортификационные сооружения, возведённые Вооружёнными силами Республики Таджикистан. В основном это вооружение находится в стрелковых частях, мотострелковых частях, в простонародье в пехоте, то есть в армии. Миномёты простые, пехотные, лёгкопереносимые, которые стреляют, мина разрывается, но она осколками поражает в определённом радиусе всё живое. Есть такой барабан, типа барабанная, и туда вставляются эти ракеты, неуправляемые, НУРС называется. И вот она летит, вертолёт направляет куда-то и там делают пуски. Были не разорвавшиеся мины, снаряды. Это говорит, что было заранее спланированное акт агрессии против нас. Применение наступательного тяжёлого вооружения вдали от мест постоянной дислокации свидетельствует о том, что данное военное вторжение было заранее спланировано и организовано с целью захвата суверенной территории Кыргызстана. В спровоцированных таджикской стороной боевых действиях участвовали регулярные войска, вооружённые наёмники и другие бандформирования. Бандформирование. То есть для достижения своей цели Душамбе не чуралось использовать даже бандитские группы. За это, полагают военные эксперты, власти соседней республики им, конечно же, что-то пообещали. Другими словами, пограничники Таджикистана позволили себе стоять на одном уровне с бандитами. В различной камуфлирной одежде бородатые люди там с рюкзаками, с мешками, кто-то с оружием, ну там сосредотачивались. Идёт, наверное, скорее всего, переброска вот этих вот бандформирования, как вы говорите. Второй ролик – это вот тот момент, где где-то они на плацу, там есть разметка плаца, находятся группы гражданских лиц, среди них вот эти же люди, которые в первом ролике были находятся, и где раздаётся им оружие, добавленное из числа местного населения, добровольцев, бандитов, я не знаю, как их назвать, и вооружали. Таджикистан – государство-агрессор. Сегодня эти плакаты наши соотечественники выносят не только близ наших посольств по миру, но уже и к зданию ООН. Кроме ранее упомянутой репарации, то есть восстановления материального ущерба, в числе методов привлечения к ответственности государства за нарушение конвенции соглашений, можно добиться всеобщего порицания. Ярлык – государство-агрессор может привести к санкциям в его отношении, и это повлечёт за собой экономические проблемы. В числе нарушенных, как отмечает Генпрокуратура, Устав всеобщей декларации прав человека ООН от 1976 года, соглашение о создании Содружества независимых государств от 1991 года, Алматинской декларации от 1991 года, Московской декларации о соблюдении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ государств, участников СНГ от 1994 года. Многосторонние соглашения, они, к сожалению, в международной практике страдают тем, что многие из них и не соблюдаются, они остаются декларацией, то есть пожеланием, добрым пожеланиям. У нас есть договор, двусторонний договор между Республикой Таджикистан и Кыргызской республикой 2004 года, добросовестных отношений, можно сказать, о дружбе. Поэтому двусторонние договоры, они более, скажем так, действенны, поскольку здесь две стороны. А есть договор об основах межгосударственных отношений между Кыргызской республикой и Республикой Таджикистан от 1996 года. И, как отмечает Генеральная прокуратура, и он для Таджикистана оказался пустыми словами на бумаге, о чем свидетельствуют убитые ими 36 человек, основная масса из которых ни в чем не повинны мирные жители, разрушенные объекты, села и тысячи эвакуированных. Атака была спланированной, а военные силы превосходили наши. Несмотря на введение оборонительных, никак не наступательных действий, водозабор головной наши бойцы удержали. Парламентский комитет по международным делам обороны и безопасности готовит заявление по ситуации. Накануне они провели закрытое заседание. Получить полную информацию отмечает Нурбаев не удалось, так как все ответственные лица на границе в Баткенской области. Неизвестно и содержание протокола, подписанного в ночь субботу и на воскресенье. Он остановил боевые действия и обеспечил вывод войск на места дислокации. Депутаты надеются, что никаких решений по земле и воде в нем не оговорено. Елена Яковлева, Диаса Кимбаев, НТС. Число пострадавших каргастанцев в результате вооруженного нападения Таджикистана сегодня достигло 189 человек. Еще шестеро раненых накануне и минувшей ночью доставили в больницу. Об этом сегодня на брифинге сообщила замглавы Минздрава Ализа Султунбекова. По ее словам, состояние большинства поступивших оценивается как стабильно удовлетворительное. Сейчас, как отметила Султунбекова, необходима психологическая помощь пострадавшим гражданам и семьям, потерявшим близких. Для ее оказания в Баткинскую область направлены бригады психологов и психотерапевтов. Из США 4 специалиста, из Бишкека 10 врачей. Они будут работать там до 11 мая. Обстановка на Кыргызско-Таджикской границе, как сообщает погранслужба нашей страны, полностью стабилизировалась. За последние сутки инциденты и перестрелки не зафиксированы. Накануне саперы начали прочесывать участки, где происходили боевые действия. Сегодня, как отметили в военном ведомстве в местности Ортобос сельской управы Актатыр Баткинской области, работает группа саперов Минобороны по обезвреживанию ранее не разорвавшихся снарядов. Поэтому пограничники просят местных жителей не пугаться и не поддаваться паники при звуке взрывов. В селах Баткинской области, которые были разрушены и разграблены захватчиками, в эти дни находится большая группа представителей СМИ, как отечественных, так и зарубежных изданий. Журналисты снимают репортажи с места событий и из первых уст узнают все подробности трагических дней военной агрессии соседей. В городе Баткене журналисты побывали в школе имени Ленина, где разместили эвакуированных граждан в первые дни вторжения таджикских военных и вооруженных боевиков. Жители рассказали, как все началось, как бежали из своих домов и на что теперь надеются. Далее репортаж нашего журналиста. Это средняя школа имени Ленина, города Баткен. Именно здесь сейчас находятся жители приграничных сел Аксай и Кокташ, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за вооруженного вторжения соседей. В первый день событий учебные заведения эвакуировали 650 человек. Позже большинство из них приютили у себя дома, их родственники, жители города, предприниматели. В школе осталось 150 человек. Среди них 88 детей, 12 мужчин и 50 женщин. Значительная часть эвакуированных осталась без крыши над головой. Их дома были сожжены и разрушены, поэтому они вынуждены находиться в школе. В тот день, когда все началось, вечером я бежал оттуда. Нам сказали покинуть свои дома. Сказали, что здесь военные будут. Уходите. Мы должны были их послушать. Мы не видели другого выхода, как прийти сюда. Благо, здесь есть люди. Моя жена в другом месте сейчас, а я здесь. Все живы. Но когда мы бежали, видели, как пули попадали в камни. Страшно было. Они начали стрелять в час тридцать. Я спал. В четыре часа поступил звонок от брата. Он сказал, убегайте. После чего я сразу разбудил жену и сказал, что нам надо уходить. Я вместе с внуками приехала сюда из села Козылбель. Мы сами толком не поняли, что произошло. Все случилось так быстро и неожиданно. Началась стрельба. Нам сказали, чтобы мы уходили. Взяв все руки, что смогли, мы направились сюда. Первый день ночевали у знакомых. Потом переместились в школу. Спасибо всем, кто оказывает нам помощь. С того дня, когда все случилось, мы проживаем вот здесь. Хочу сказать спасибо каждому, кто помогает нам. И хочу обратиться к властям. Пожалуйста, поскорее решите проблему на границе. Мы уже измучились. Замучились и наши дети и внуки. Здесь проживаем сейчас с невесткой и тремя внуками. В результате конфликта на Кыргызско-Такжикской границе больше 33 тысяч человек были эвакуированы в безопасные места. Среди них почти 14,5 тысяч человек – жители Баткенского района. Свыше 5 тысяч эвакуировали в город Баткен. Многие находятся в гостиницах, кафе и школах. К примеру, в средней школе имени Ленина в качестве убежища выделили спортзал. Как вы видите, здесь они спят. Одеялами, матрасами они обеспечены всем необходимым. МЧС помогает. Поступает гуманитарная помощь. Одеял достаточно. Здесь находятся врачи. Медперсонал дежурит круглосуточно. На каждой точке, где сейчас размещены эвакуированные граждане, работают представители МЧС, мэрии, соцзащиты. У нас также есть областной штаб, который распределяет пострадавших. Пока у нас есть возможность обеспечивать жильем, питанием и всем необходимым нуждающихся. Гуманитарная помощь, которую доставили и доставляют в Баткен со всех регионов страны, хранится на складе МЧС. Здесь осталось 42 тонны провизии – макароны, вода, картофель, мука, а также одеяло и другие предметы обихода. Остальное, почти 500 тонн, уже раздали нуждающимся. Помощь приходит со всех регионов страны. И одеяло, одежда, еда. Первую партию мы отправили в Лелек. Уточняем данные тех, кто остался без дома и отправляем им. Благо, помощь оказывается очень активна. Планируем завтра отправить следующий груз. Уточним, кто и где сейчас находится. Составим список и отправим. По списку будем выделять гумпомощь. Точно не можем сказать, когда раздадим полностью, но планируем в течение недели. Помощь, которая поступает, направляется в село Рават Баткенского района и село Маргун Лелекского района. Это именно те села, которые до сих пор нуждаются в помощи. Этой ночью мы отправляем туда помощь. Вчера поступила заявка, сегодня уточнили информацию. Активисты помогают. Ранее гумпомощь поступала в шесть сел Лелекского района и в пять сел Баткенского района. Эвакуированные граждане находятся в селах Рават и Маргун, а также в городах Баткен и Исфана. Туда направляется все необходимое. В результате конфликта на границе пострадавших госпитализировали в Баткенскую областную объединенную больницу. 28 апреля, когда ситуация обострилась, в этом медучреждении были переполнены коридоры. За первые сутки сюда привезли более 130 раненых. Сейчас в этой больнице остаются 11 человек. 55 перевели в Бишкек, раненые лежат и в других больницах области. 16 в Кадамжае, 13 в Лелеке, один в Козелке. Было проведено более 40 сложных операций. В основном пациенты к нам поступали с огнестрельными и осколочными ранениями. В Бишкек на самолете мы отправили 48 пострадавших. Есть, как вы знаете, негласная этика войны. Не стрелять по врачам и тех, кто мы носит с поля боя раненых. А здесь, когда наша карета с медиками спешила к пострадавшим, по ней был открыт минометный огонь. Машина была прокинута в кювет. Ранили фельдшера и водителя. Они выжили. Их состояние сейчас стабильное. Из Бишкека на помощь приехали две бригады, состоящие из нейрохирургов, сосудистых хирургов, реаниматологов. Благодаря этому смертей было меньше. Приехали врачи из других областей. Работало пять бригад. Только врачей было 81 человек. Я думаю, что медработники выполнили свою работу на должном уровне. И граждане благодарны ему. Среди пациентов Баткенской объединенной областной больницы 36-летний Олимбек Джуроев. Он житель села Буджум Баткенского района. Его ранили одного из первых. Вместе с односельчанами он отправился к водозабору головной, рассказывает мужчина. Этот пациент поступил к нам 29 апреля с огнестрельным ранением в живот. Пациент идет на поправку. Мы поехали туда без оружия. Мы пошли туда в качестве обычных граждан, которые хотели отстоять свои земли. Мы не знали их позицию. Мы даже не знали, что они ждали нас с оружием, минометами, гранатометами. Как только начали стрелять, буквально через 20 минут после того, как мы добрались, перекрыли дорогу. Сначала в нас бросали камнями, потом начали стрелять. Сперва с Матрикса, потом они перешли на автомат. Когда собралось еще больше людей, они начали атаковать гранатометами. Это все с их стороны. С нашей стороны ничего не было. До тех пор, пока не начали умирать люди. После этого наши начали противостоять. Кто-то дал распоряжение, что можно стрелять. До этого оружие никто не применял. Я лично обращался к солдатам. Они говорили, что готовы нести ответственность за каждую пулю. И пока не будет приказа, мы не будем пускать оружие в ход. По словам директора Баткенской областной объединенной больницы Азизбека Джунусова, 29 апреля в этом медучреждении врачи зафиксировали два летальных исхода. Среди 11 пациентов, которые сейчас здесь находятся, семь военнослужащих, остальные гражданские. У всех огнестрельные и осколочные ранения. Они будут проходить лечение в Баткенской областной объединенной больнице, пока их состояние не стабилизируется. Анастасия Соболева, Нурзада Садыкбекова, Ирлан Кемельбеков, НТС, Баткенская область. В семьях еще оплакивают смерть родных, еще дымятся подожженные дома. А контрабандисты вовсю возобновили свою незаконную деятельность. Видеоролики с таким описанием публикуются в сети. На видео курсирующие по дорогам Лелекского района бензовозы. Авторы роликов уверяют, что это контрабанда ГСМ в Таджикистан. В ГКНБ говорят, что эта информация не соответствует действительности. По данным чекистов, так автоцистерны вывозят остатки топлива из резервуаров подожженных заправок. По неофициальным данным, эти бензовозы направляются в Таджикистан. В социальных сетях распространяются десятки видео, авторы которых утверждают, что контрабандисты возобновили незаконный вывоз топлива в страну, военные боевики которой убивали мирных кыргызстанцев. Водители больших грузов уверяют, что везут солярку, бензин в Лелекский район, а не в Таджикистан. Как говорится, все по отработанной схеме. По словам журналиста Семитея Таласаулу, в таких селах, как Арка, Кулунду, расположены десятки автозаправочных пунктов, куда свозят весь ГСМ. А уже оттуда по 500-700 литров забирает таджикская сторона. Контрабанда, по данным журналиста, осуществляется не через пункты пропуска, а через уязвимые участки рубежа, которые технически не оснащены. По официальным данным, Кыргызстан является третьим по величине импортером нефтепродуктов на таджикский рынок с долей свыше 2% после России и Казахстана. Вы сами представьте, в одном маленьком селе по 10-15 автозаправок. До туда и одной заправки будет много. Например, в других областях не то, что в одном селе, а в одном районе. Только одна автозаправка. Еще и в селах есть огромные аптеки с дополнительными складами. Кому и зачем столько медикаментов? Там что, живет миллион человек? Значит, кому-то это на руку. Точнее, транснациональной мафии. Например, даже перевозчикам топлива ничего не скажешь и не предъявишь. Они скажут вам, что везут ГСМ в Лилек, покажут официальные документы и на этом все. Поэтому сейчас нужно четко подсчитать, сколько ГСМ нужно для одного села и поставлять определенное количество. Без наших ГСМ цены на бензин и солярку в Таджикистане вырастут в разы. По словам Семитея Таласаулу, необходимо хотя бы на 6 месяцев ввести экономическую санкцию, приостановить торговые отношения с Таджикистаном, закрыть так называемые левые пути, тайные маршруты, по которым контрабандисты могут проехать с ГСМ в Таджикистан. При попытке незаконного вывоза горюче-смазочных материалов в этом году были задержаны более 20 грузовых автомашин, общим объемом контрабандного груза более 80 тонн. Чекисты сообщили, что с началом года в Лилекский район официально поступило более 10 тысяч тонн горючего. При этом на весенние полевые работы в среднем расходуются более 955 тонн. 9 тысяч тонн распределяются между 65 автозаправочными станциями района. Но в обход официальной статистики большая часть ГСМ из Кыргызстана реэкспортируется в Таджикистан нелегально. В прошлом году в Таджикистан было вывезено более 11 тысяч тонн нефтепродуктов, в том числе бензина и дизельного топлива, на сумму 5,5 миллиона долларов. Сегодня на заседании комитета депутат Джугур-Кокинеша Урмацамаев заявил, что по его данным ежедневно границу с Таджикистаном переходят сотни автоцистерн. 200-300 машин с ГСМ каждый день. В каждой из них по 40 тонн топлива. Военная прокуратура, наверное, должна за этим следить. Кто-то ведь должен остановить контрабанду и пресечь тех, кто этим занимается. Военные прокуроры и военная прокуратура, основные представители находятся сейчас, информации в Аткене. Пожалуйста, представитель здесь присутствующие. Прокуратура, как вы знаете, оперативных мероприятий полномочий нет. Мы надзорный орган. Данные мероприятия по борьбе с контрабандой должны вестись, соответственно, оперативным подразделениям. Закрытие границы с Таджикистаном не сильно отразится на экономике Кыргызстана. По словам экономистов, товарооборот между двумя странами с каждым годом падает. Например, в прошлом году он составил 37 миллионов долларов и по сравнению с позапрошлым годом сократился на 45 процентов. Роза Гопарова торгует на рынке уже около 10 лет. Говорит, уже наступил сезон овощей и фруктов. Пусть они немного дороже, но покупатели предпочитают отечественные продукты. Например, многие продавцы всегда торопятся закупиться продуктами из Таджикистана, потому как они очень дешевые. Но это не значит, что они вкусные и полезные. Например, капусту мы берем по 15 сомов. Там же жарко, поэтому все быстро созревает. Я стараюсь привозить все из рована. Если даже закроют границы, то без продуктов мы точно не останемся. Информация о возобновлении контрабанды ГСМ в Таджикистан не соответствует действительности. Такую информацию сегодня распространили чекисты. По их словам, каждый бензовоз сопровождается до пункта назначения. Слив осуществляется в присутствии инспектора налоговой службы. А зафиксированные на видеоматериалах бензовозы, как отмечают в ГКНБ, курсируют до местонахождения сгоревших АЗС для вывоза оставшегося в резервуарах топлива. На восстановительные работы в пострадавших районах Баткенской области выделено 700 миллионов сомов. 500 миллионов из них будут направлены на строительство и ремонт школ, детских садов и дорог. Остальные 200 миллионов пойдут на восстановление разрушенных и сожженных жилых домов. Сейчас на месте работает специальная комиссия по оценке ущерба. В ближайшее время в правительстве планируют оказать материальную помощь пострадавшим и семьям погибших. Подробнее наш корреспондент Елисей Кирпиченко. Кайратбек Сатаров – житель села Кызылджол Баткенского района. Около двух лет жил и работал за границей, но из-за пандемии пришлось вернуться на родину. В родном селе парень работал продавцом в местном магазине. Во время событий 29-30 апреля Кайратбек, как и все жители приграничья, пошел с друзьями защищать водозабор головной. Когда начался минометный обстрел, в парня попали металлические осколки, и ему предстоит операция. О произошедшем Кайратбек не может говорить без слез, ведь все друзья, с которыми парень защищал водозабор, в один миг погибли на его глазах. Также сгорел и его магазин, так как находился вблизи погранчасти. Кайратбек не может быть. Субтитры делал DimaTorzok По словам заместителя министра здравоохранения и социального развития, каждому пострадавшему и семьям погибших в индивидуальном порядке будет выдана материальная помощь. В Минздравсоцразвитие говорят, что на сегодняшний день ведется предварительная оценка сумм компенсации всеми – министерствами и ведомствами. В нашей части министерства мы даем степень самого пострадавших. Какие ранения? Тяжелые ранения, крайне тяжелые ранения. После того, что мы проведем ряд операций, которые одному человеку нужно несколько операций провести, готовить надо к этим операциям. Получается, что после того, что он еще вылечится, он может остаться инвалидом. И вот такие моменты нужно, учитывая, по категориям разделить вот эту степень тяжелого ранения, которое он получил на сегодня. И от этого и будет исходить размер компенсации, которую будут получать граждане. Также материальный ущерб также будет. Накануне стало известно, что на восстановительные работы правительство выделяет 700 миллионов сомов, из которых 500 миллионов направят на строительство и ремонт школ, детских садов и дорог. 200 миллионов пойдут на восстановление разрушенных и сожженных жилых домов. В пострадавших от военного вторжения Таджикистана селах продолжается подсчет ущерба. Специалисты в Баткенском и Лилекском районах насчитали уже 120 разрушенных или сожженных домов. 84 соцобъекта – это сельские поликлиники, школы и детские сады. Сожжены 27 автозаправок, 34 торговых объекта, 5 кафе и 3 ресторана. На выделенные средства планируется в первую очередь восстановить жилые дома. В селах Козелбель, Аксай, Мургун и Бурбурдук будут построены общеобразовательные учреждения. В селе Максад будет восстановлена сгоревшая школа и построен детский сад. Новый детский сад планируют построить и в селе Кулунду. Ведомство также сообщило обновленные данные о количестве эвакуированных. Более 40 тысяч кыргызстанцев были вынуждены покинуть свои дома из-за нападения военных и боевиков Таджикистана. Привлечены 16 спецтехники Министерства очередной садской республики, 214 сотрудников Министерства. Также из автотранспорта и службы гражданской защиты выделены 60 спринтеров и 60 представителей, которые проводят мероприятия по доставке гуманитарных грузов поселам, которые пострадали. МЧС также опровергает сообщения в соцсетях о нехватке гумпомощи для нуждающихся боткенцев. В ведомстве говорят, что грузы доставляются ежедневно. Местные власти в районах составляют точные списки пострадавших и перечень того, в чем те нуждаются. Всего, как сообщается, за последние дни для боткена было собрано более 500 тонн. Это вместе с грузами, которые собираются и отправляются по частной инициативе граждан и общественных организаций. Чтобы доставщики не присвоили гумпомощь, чиновники советуют, если водитель, который забрал груз и в течение полутора суток не довез его до боткена, сообщать в милицию и объявлять в розыск. Елисей Кирпиченко, Акзат Тюлеев, НТС. Меж тем, правительство представило проект закона о придании особого статуса боткенской области. Документ разработало Министерство сельского водного хозяйства и развития регионов. Законопроект внесен в Джогур-Кукинеш как неотложный. Отмечается, что придание особого статуса боткенской области позволит развивать деятельность предпринимателей и создаст рабочие места, а органам управления оперативно решать вопросы. Законопроектам предлагается наделить главу региона дополнительными полномочиями в сфере координации деятельности государственных, муниципальных органов и взаимодействия с правоохранительными органами и силовыми структурами. При этом в Боткенской области установят особые преференциальные налоговые и инвестиционный режим. Будут разработаны механизмы льготного финансирования. По-другому будет формироваться бюджет области. Будет предоставлен особый режим осуществления госзакупок, льготный режим по государственным и муниципальным услугам. А коммунальные услуги и расходы на содержание зданий, помещений и социальных объектов передадут из местных бюджетов в республиканский бюджет. И к другим новостям. НДПК окончательно сняли с выборов в Бешкекский городской Кенеш. Сегодня в Верховном суде рассматривали касационную жалобу партии на решение Бешкекского административного суда, Центрозбиркома и Столичной территориальной избирательной комиссии. Вердикт высшей судебной инстанции – в жалобе отказать и оставить в силе все предыдущие решения. Таким образом, НДПК окончательно отстранена от мандатов в Горкинише. Напомним, по предварительным результатам голосования 11 апреля эта партия пришла третьей после партии МГК Акбата. НДПК по этим итогам претендовала на 8 депутатских мандатов. Однако, две недели назад Столичная ТИК отстранила НДПК в связи с фактами подкупа избирателей и нарушений финансовых правил во время агитации. Партия обжаловала снятие ее сгонки сначала в ЦИКе, а затем в Бешкекском горсуде. Однако, оба поддержали решение территориальной комиссии. Таким образом, в Столичной Горкинише пока проходит не 6, а 5 партий. Кончательные итоги выборов ЦИК обещал объявить после всех судебных тяжб. Между тем, в Токмаке будут перевыборы. Накануне Центр избирком отменил итоги выборов в Токмакский городской Кениш. Такое решение, как сообщается, комиссия приняла после рекомендации отменить итоги голосования на семи участках. По закону, выборы считаются недействительными, если не признана одна треть голосов избирателей. Количество отмененных результатов голосования на семи участках составило 33%. Напомним, после выборов, прошедших 11 апреля, партии, участвовавшие в гонке за мандаты в Токмакском Горкинише, заявили о нарушениях. Они обвиняли друг друга в массовой прописке избирателей и в применении административного ресурса и незаконной агитации. Правоохранительные органы провели разбирательство. Часть нарушений была подтверждена. И на этом все. Спасибо, что были с нами. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова